Реальная кухня 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 Это был выбор Олеси, когда Арам сказал разделиться на команды. Девушка противоречила сама себе. Олеся? Я выбираю Сандру. Сандро, прости, Сандро, как всегда. Можно будет привыкнуть. Исключительно по профессиональным навыкам я его выбрала именно поэтому. Именно в таком составе завтра с утра вы будете продолжать работу в проекте. Олеся словно забыла о том, что несколько минут назад назвала блюдо Сандро худшим. И обвинила его в непрофессионализме. Но мужское самолюбие было задето. С тех пор ни одна ошибка Олеси не оставалась без внимания Сандро. Прошу прощения, можно прервать ненадолго? Да. Просто я так поняла, мы долго здесь будем стоять, но у меня ноги не выносят. Я пойду, может, переобуюсь пока. На кухне в каблуках это в жести. Ты изначально, когда будешь приходить, одеваешь что-нибудь попроще, для того, чтобы потом не было таких ситуаций. Я считаю, что каблукам не место на кухне. Так же, как и Олесе. Третьему дню соперничество Олеси и Сандро стало открытым. Каждый из них хотел стать лидером команды, утвердив свою концепцию ужина. А мы сделаем банкет. Все. Какая разница? Ресторан, банкет, все отлично. Ты не прав. Какой нахрен банкет? Он все время ставит акцент на домашнем ресторане. Услышите? Да ты можешь успокоиться. Какой еще домашний ресторан? Ты о чем вообще говоришь? Бесполезняк. Он открывает свой рот и начинает еще таким этим доказывать что-то. Либо это провокация, хотя есть сомнения, либо он на натуре дурак, тупой просто. Короче, ребят, давайте сделаем большой стол. Если что, все голосуем против Сандры. Окружающие никак не могли понять, почему Олеся так предвзята. Забей. Ну я без него скучно был бы, понимаешь? Мне нет. Он тебя вообще не трогает уже, реально. Конечно. Он тебе сегодня под камеру сказал. Олеся нож это самое, клетка. Так он же шутит. Ну отвали ты, мне не нравятся его шутки. Мне вообще он просто тупо не нравится. Первый раз он отмолчался, ребята такие, о, Сандро молчал, молодец. Все, он понял, что надо делать. Надо молчать иногда. А потом в какой-то момент, ба-бам, ба-бам, и такой опять, хоп, и помолчал. Такая жучара вообще. Подожди, ты сейчас про кого вообще говоришь? Я за спиной никогда никому ничего еще не сказал. Ясно? Что, дурач, что ли, про тебя говорю, баран? А про кого ты говоришь? Я думаю, что Олеся давно не было секса, поэтому ее гормон нырвут на части. Несмотря на громкие разбирательства и проклятия с обеих сторон, многие заметили, что общение парочки все больше напоминает неуклюжий подростковый клир со взаимными уколами. Позволь, Сутили, подвинуть. Видишь, он как тебе по-доброму относится. Я не подкушу тебе зубочистку. У него харизма, да, у него может быть и очень бешеная харизма, она есть. Но он как-то неправильно, мне кажется, ее проявляет. Но в отношении с девушками 100%. Первым не выдержал и открыто признался в своем неравнодушии к оппоненту Сандро. Я не пришел, что я не заявил, что офигенный шофт-повар. Я о чем и говорю, что у каждого просто... У меня не свои мысли. Я умею готовить, я могу. Закрой свою бесполезную дырку уже, закрой, закрой, она воняет. Интересно, говорит, невозможно просто. Можешь оставить свои вот эти вот мысли, мне они не интересны. Да мне ты не интересны. Гадость мне вообще. А ты мне интересна. А ты мне нет. А ты мне, да. А ты мне нет. Я много раз как-то пытался с ней вообще выйти на какой-то разговор, а она вообще меня не хочет слышать. Даже по любому поводу, там, то ли это работа, то ли еще что-то, она закрывается и уходит, все, она не хочет, ни насчет чего разговаривать. Я не знаю, как с ней разговаривать. Она, мало того, сама закрывается, еще закрывает других людей. Ну, а я считаю, что это неправильно. Я тебе сказал, давай сходим вдвоем к психологу. Иди к психологу, тебе нужен психолог, иди к нему, мне нужен будет психолог, я его дома найду. Еще раз тебе говорю. Ты можешь не давлеть на меня, ты что, я не пойму. Ты п***ал вообще меня просто своими высказываниями, ты что, не понимаешь, что у меня на все есть всегда своя позиция, свое мнение, успокойся. Психолог тебе нужен. Я хочу с Олесей найти общий язык, вроде я с ней нахожу, нахожу общий язык, потом опять какие-то стычки. Не знаю, очень-очень сложный человек. Я могу открыться и много каких-то личных моментов рассказать про себя, но обязательно надо заслужить мое доверие, чтобы я перед ним открылась. Все старания достучаться до Олеси разговорами по душам закончились неудачей. И следующую попытку завоевать доверие девушки он предпринял во время очередного подведения итогов дня. Давайте, хорошо, все, Олеся лучшая сегодня, прекрасная девчонка, я очень рад, что она начала справляться. В моих планов перемены, я думаю, что все будет к лучшему. К началу третьей недели война сменилась перемирием. Что это вы думаете, Станды? Мне очень важно, что ты думаешь. Важно? Теперь, знаешь, я больше форель не люблю. Я ее теперь ненавижу. Поэтому просто голосую за Олесю. Тактика Сандру определенно имела успех. Он продолжал отдавать свой голос за Олесю и на кулинарных поединках, и на подведении итогов дня. Лучший Олесь. Она бой сегодня привела. Она молодец. Девушки любят ушами. Олеся оттаяла и заметно сократила дистанцию, на которую разрешалось приближаться Сандру. Он у нас один, что ты тут пишешь-то? Потому что... Ну, я знаю, я знаю. Алло. Итак, привет, Мать. Мне кажется, что Олесе не хватает где-то тепла, может быть. Может быть, жизнь ее сделала такой агрессивной. Я хочу в этом во всем разобраться и, наоборот, быть помощником ей. Потому что все-таки я мужчина, и мне нельзя вестись на провокации, на злобу, на агрессию. Потому что хорошего ничего не получится. Она в душе, я думаю, очень хорошая даже. Казалось, отношения между бывшими врагами стали почти идиллическими. Но Олеся словно испугалась, что подпустила Сандру слишком близко. Поводом для грандиозной ссоры стал исчезнувший соус для шашлыка. В его пропаже Олеся сходу обвинила Сандру. Кирилл приготовил мне соус на шашлык. Приготовил заранее, и я его убрала в холодильник. Когда я за ним пришла уже, когда Сандра жарила свой шашлык, соус стоял на столе, съеденный. Можно смотреть это как подставу. Ты его готовил, я тебя еще раз спрашиваю, ты его готовил, чтобы убрать. Я его не трогал. Ты взял его, он у тебя в полке, ты порывал. Закрой рот твой. Я сказал, закрой твой рот. Соченький, ты крысы позорные. Ты что переходишь, моя личность? Ребят, я его сейчас сломаю, закрой тебе паршивый рот. Пусть у нас с ней недопонимание, пусть какие-то, но я с ней буду, останусь. Я мужчиной останусь в первую очередь. Я сказал, закрой рот, паршивая тварь. Хотел бы, ребят, в первую очередь перед всем извиниться, то, что сегодня такая возникла ситуация. Против Олеси я ни в коем случае голосовать не буду, потому что мне этот человек интересен. Я не знаю, почему ты так со мной поступила сегодня. И что, какой клин сегодня, где он встал, что ты так со мной начала разговаривать. Я, еще раз, я извиняюсь перед тобой, как перед девушкой, что я позволил себе грубости в разговоре. Да он, навряд ли он злой. Нет. Он не злой. Во-первых, он эгоист, конечно же. Во-вторых, он очень лживый человек. Просто вот это два, наверное, самых таких основных качества, которые его очень не красят. То, что он лживый, лицемерный, я считаю, мужчина не должен быть таким. Чтобы у нас у таких моментов не возникало, давай как-то с Балем пыль, хорошо? Я тоже извиняюсь. Злопамятным человеком я не могу себя назвать. Я отходчивый. Извинения прозвучали с обеих сторон. Но, как известно, месть – это блюдо, которое подают холодным. В чем-в чем, а в подаче блюд участники реальной кухни – большие специалисты. Весь следующий день Олеся демонстративно провела в компании Саши Ерина. А вечером Сандро ждал очередной удар на подведение итогов дня. Худший – Сандро. Худшим, естественно, Сандро я выбрала. Ну, потому что я ему не верю. Играет, даже когда смеется. Ха-ха-ха-ха. Урод моральный. На следующий день Олеся стала управляющей. И война вышла на новый виток. Масло в огонь добавили слухи о том, что Сандро желает ухода Олесе с проекта. Прошел какой-то слух о том, что Сандра и Кирилл против нее сделали какой-то заговор, значит, чтобы ее слить там, вот. И она очень расстроилась. На той неделе перед голосованием именно эти два персонажа хотели настроить всех голосовать против меня. И, естественно, сегодня наказание этого и от этого зависит. У нас есть два человека, которые немножко агрессивно ведут себя по отношению к определенным, как бы, людям. Вот. И я хочу немножко их наказать тогда, степенить и для профилактики отправить их на дискотеку, ребята. Сандро не стало протестовывать с наказанием. Он просто сменил тактику и начал ухаживать за Женей, полностью игнорируя новую начальницу. Белочка, давай я тебя почище, твои перышки. Это так прекрасно, да, когда мы сейчас саживаем за женщину. Ты не находишься? А? Сандро заигрывает со всеми. И все это замечают. Поэтому ничего удивительного нет в том, что он со мной заигрывает. Да, он не заигрывает со мной, просто он, как бы, он со всеми там пытается чего-то там. Конечно, таких выберем все по судам больше. Друзья. Ой, а так и как ты выберешься вообще? Я? Я в отличие от него. Могу тебя удовлетворить. Да нет, спасибо, Игна. Я думаю, что уже пора быть что-то уже новое. Обновить, освежить. Нет? Ну, смотри сама. Похоже, прием сработал. По крайней мере, Олесе не стала голосовать против Сандро вечером. Худший у нас Сандро. Сандро, прости. Я не знаю, как у тебя это получается. Заметьте, я сегодня против меня не голосовала. Да, понятно. Стоило Сандро отстраниться, перестать претендовать на власть, и Олеся снова потянулась к нему. Именно с ним управляющая отправилась за реквизитом для вечеринки. В атмосфере детского праздника она смогла расслабиться и, наконец, забыть о заговорах и борьбе за власть. Ты клоуна не боишься? Нет. Молодец. А у вас есть без двумя мозгами? Есть и без кухни? Есть, конечно. У нас на кухне не только вздумя мозгами, девочки. Ну и без мозглой тоже есть. У нас на кухне такие, девочки! Сандро, я покорена. Реально, я прям с тебя начну, потому что я просто в восторге, в восторге. Она же говорила, что я меняться не собираюсь. Я буду такая, какая я есть. Буду вульгарной, там, высказывая всем свое мнение. Я не пойму, что случилось с человеком. Она молчит. Она прячет свои татуировки. Я не знаю, почему человек это делает. Это не носит тебя любви, там какой-то шаг. Сандро, туки-туки-серк. Сандра делал все, чтобы стать лучшим сотрудником дня. А управляющая искренне радовалась успехом своего подчиненного. И у нас два лучших сегодня. Сандро, я не верю. Один из них – это вы, убоги. Они вас услышали. Давайте похлопаем. Он реально был долго худшим, если кто-то, кроме меня, это заметил. Развитие ситуации в какой-то момент даже напомнило известный сюжет о служебном романе с поправкой на персонажей. Ты была сегодня великолепна, твои сиськи. Мне все мешают думать вообще. Открытые ноги там. Лес сколько раз ты зацветила труселями. Ты мозг меня сегодня разрушаешь весь день. Я просто удивился, что у нее сиськи есть. Я даже не знал. Но мнительность Олеси не позволила ей наслаждаться текущим положением дел, когда все хорошо. Я не слышала от тебя ни одной критики за последние две недели, Сандро. Я тебе поэтому не верю. Она копит, 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 а потом... Я вот если честно не могу понять, с чем это складывается, настроение ее. Что случается в ней, вот эти взрывы, почему они происходят. Я, если честно, я не могу в этом разобраться. Звала тебе конкретный вопрос. Извините, Олеся сегодня худшая. Сандро назвала худшим за то, что он назвал худшей меня. Она опять сегодня... Вот эту свою ершистость включила. Ну зачем? Что человек делает, я не знаю. Все-таки я думаю, что это защита. Так или иначе, Олеся отказалась работать под руководством Сандро. И сегодня она на скамейке штрафников. Тем временем на реальной кухне ее соперники в борьбе за приз готовятся к очередному ужину. Справится ли команда в неполном составе? Первые два кандидата на улик. Александр и Сандро. Сами себя зарекомендовали. Светлана, доверенное лицо Арама, пытается разобраться, что в действительности происходит на реальной кухне. И беседует с некоторыми из участников. То, что вы самый молодой участник, это ваше преимущество или недостаток? Профессионализм уже не оценивается по возрасту. Что думает о вас коллектив? Сейчас меня гасит. А что это означает? Сливают. То есть они хотят, чтобы вы покинули проект? Ну, мне так кажется. Анна будет меня гасить. И Леся. Ну, может быть, Валера. Потому что на Валеру буквально два дня назад я поставил Валере низший балл. Есть ли союзники у вас? Да. Сандро и Максим. Ну, пока что. Это не то, что союзники. Это некая выгода. В моем понимании это до шести человек. А потом уже как-то себе. У меня нет союзников, я считаю. Даже то, что мы сейчас общаемся с Андро. Ну, в данный момент можно назвать нас единомышленником. Ну, а когда нас останется шесть человек, ну, я не буду жалеть никого. И Сандро в том числе. Так, что у нас сегодня? Машков подозревается в измене родине. Опа, двадцатая страница. А что это, Машков? От кого-от кого-от Машкова не ожидал. А что это? Ань, что у нас по салату? Почти все готово, шеф. Класс. У нас тоже с Кирилл по горячей почти все готово. Супер. Сегодня кухня у нас осталась втроем. Это не отразилось на нас никак, потому что мы втроем отлично выполняли свои обязанности. Пусть с Андро мне прям образец покажет. А, да, да. Это как? Это как? Я хочу, чтобы ты мне прям сделал образец, как принимать и оказывать. Да, это я вам сейчас обоим покажу, чтобы у вас не было. Мне не надо показывать, я все знаю. Я не вижу большой разницы между тем, что он управляющий, или тем, что он был на кухне или в зале официанта. Единственное, когда он был на посудомойке, от него был стопроцентный толк. Валера, ты знаешь, что вода Архыз добывается высоко в горах, в заповедном источнике? Я не знал. Здорово. Ох, и правда освежает. Вкусно. Теперь, я думаю, она будет вкуснее в два раза идти мне. Спасибо, Валер. Валер, я хочу, чтобы было понимание у нас. То есть, если я рассказал вам, как пользуемся блокнотами, меню, ты это все проигнорировал, опять же. У тебя какая-то там выработалась своя схема. Мне удобнее работать с копиркой, на самом деле. Поэтому я буду работать с копиркой. Я знаю, что эта система не сработает сейчас у нас в зале. То есть вы в этом уверены? Я уверен. Татьяна, скажите слово. Мне Сандро объяснило работу по старой схеме. И мне хотелось... По старой схеме? Ну, по схеме. Не найдя поддержки в вопросе с оформлением счетов, Валера продолжил нападать на управляющего. Следующая его претензия касалась меню. Валера настаивал, что формулировка «парная говядина» – это неуместный жарганизм. Парная – это слэм базара. Парное – мясо. Но изначально. То есть вы не согласны с тем, как нас? Да, парная – это, я считаю... Есть еще люди, которые не согласны с этим? Насчет парной, да. А кто написал? А? А кто написал? Это написала я с помощью Сандро. Я печатала сегодня меню. Устами владелец. Вы о себе сейчас? Нет. Вы меня слишком часто останавливаете, и поэтому сегодня вы получаете штраф в размере 5000 рублей за то, что вы производите на свет слишком много слов. В нашем бизнесе, в ресторанном бизнесе, надо проявлять гибкость хребта к начальству, потому что начальство в любом случае право. Надеюсь, что сегодня у вас будет хороший день и большая лыжа. Мы постараемся. Всем удачи. Спасибо. Меня зовут Сандро. Я управляющий... Очень приятно. И вас очень приятно. Пойдемте за мной. Валер, подойдешь, я тебе представлю? Позвольте вам представить официант Валерий. Здравствуйте, меня зовут Валерий. Сандро. 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 Прямо вообще с ручняком. Добрый вечер. А у вас есть свободный стол для меня? Да, конечно. Какой? Любой. Можете... Можно сюда или... Почту, да. Пойдем в проживку. Дети подлежат. Они не мешают работать? Нет. Хорошие детки такие, воспитанные. Да, детки молодцы. Да? Да. Очень интересно. Вам повезло. Обычно дети доставляют массу хлопот. Дети, идите ко мне. Идите сюда. Так, давайте сядем. Сядем, пожалуйста, за стол и будем нести себя как взрослые. Давайте. Мы же не в детском садике. Вот эти овощи вместо пюре, телятины, подракоты с собой. Не делается у нас, к сожалению. Почему? Ну, потому что она специально по суде подается. То есть, если оттуда будем убирать, ну, это не будет красиво. Я с собой возьму и верну вам по суду. А тогда придется нам взять у вас за лот 100 рублей. Слушайте, вы совершенно нелояльны к своим гостям. А вы видите, что я не первый раз прихожу в ваш ресторан. Я не видел вас ранее. А, вы не видели меня ранее? Удивительно. Мне кажется, я не на реальной сутке. Ну, здесь можно уже обсуждать эту ситуацию. Хорошо, я буду вам доверять, так как вы девушка. Я думаю, что все-таки посуда к нам вернется. Второй день работы у Сандро в качестве управляющего лучше, чем первый. Но здесь нужно делать скидку на то, что была рядом Света. Вот, завтра ее уже не будет. И посмотрим, завтра, как будет привести Сида Сандро. Я управляющий этого ресторана. Что у вас? Я бы хотел поговорить с Татьяной Дизаймовой. Пойдемте, вас прово. Спасибо. Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Никита. Я за вами наблюдаю уже какое-то время с телевизором. Я хотел вас поддержать. Спасибо. Я немножко волнуюсь. Не волнуюсь. Вы меня вогнали в краску, щеки горят. Спасибо. Вы меня тоже. Когда пришел поклонник Татьяне, Татьяна растерялась. Он ее зовет к себе, чтобы поговорить. Она подходит и говорит, не хотите ли вы панакоты? У нас есть прекрасная панакота для вас. Это всегда приятно, конечно, когда тебе перситы дарят. Когда приходит человек специально к тебе, вроде как. Все равно это приятно. У меня еще такой вопрос. Могу ли я как-нибудь скрасить ваши будни на это место? Это не реально. А еще у меня есть мушицы. Поэтому мы можем только стать другими. Сейчас мы лучше. Так. Рекордно малое количество поваров, всего три человека, не помешало кухне справиться с работой не менее успешно, чем в иные дни с полным набором персонала. Жду еще одну телячину. Она великолепная. Божественная. Мы сегодня справились. Если не на пятерку, то на четыре с плюсом точно и втроем. Сегодня мы почувствовали себя командой, которая может без проблем продолжить функционировать без какого-то выпавшего игрока. Мне жалуются, что салат был без сыра. Вот сыр лежит, я вижу, что надо. Есть сыр, ты что? У нас сыра идет туда 5 грамм всего. Если надо, я могу сыр насыпать отдельно. Сань, подожди. Давай я тебе сейчас прям сделаю и отнесешь. Нормально. Отдельный сыр подарок. Подглядываешь? А что мы выпавли? Зарекомендовать. Салат – это залезы курбой. Это очень хороший. Весенний салат огуроты – помидоры, перец и огурец. Валер, можно тянуть? Где у нас у тебя сидит шестой стол? Покажи мне, пожалуйста. У меня нет шестого стола. Как это нет? Мы с Татьяной договорились, как они считаются. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Какой стать? Потому что мы с ней так договорились, нам так с ней договорились. Почему без моего ведома вы? А, все, иди, гаси. Ты о чем вообще сейчас говоришь? Ну, с Аверием реально были сегодня одни проблемы. Просто этот человек меня не воспринимает. Он не хочет понимать, что я могу быть руководителем. Но это его проблема. Как бы кошку не волнует, что о ней думают мышки. После ужина участников ждал разбор полетов. Во-первых, я хочу сказать вам, наверное, за сегодняшний день большое спасибо. Далось сегодня впечатление, что вы работали в команде. Вы все старались поддержать друг друга. Как вы думаете, о чем это может говориться? Могресс. А скажите, пожалуйста, отсутствие такого человека, как Олеся, оно как-то повлияло? Или вы просто даже не заметили и не думали о ней? На кухне у нас было все шикарно. То есть от того, что не было Олеси, вы не почувствовали? На одного человека меньше мы не почувствовали. Я сегодня принимаю решение, что вы сегодня работать не будете. Сегодня мы работали на общее дело, зарабатывали деньги для нашего призового фонда. Максим, очень хотелось бы начать с вас. Кухня работала слаженно и четко. То есть для вас сегодня не было никаких сложностей в работе? Для меня были сложности некоторые, когда ко мне подошел одновременно Сандро практически, там, да, и Валера, да, и у них был четвертый стол и у одного, и у второго. Вы не договорились о нумерации столов заранее? Ну, сейчас мы... Нет, мы не знаем нумерацию всю. У нас была определена нумерация с самого начала. А кто ее перепутал? Я поговорил сейчас с Сандро, и сейчас я понимаю, что Валера перепутал. Спроси теперь Валеру, как у него сегодня стояли столы. Ну-ка. Давай, давай, спроси. Первый, второй, третий, четвертый. Да, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Почему ты в начале рабочего дня не обозначился? Евгения. Ну, я сегодня первый день стояла на баре, до этого я ни разу этого не делала. Понравилось? Говорите сразу. Ну, нет, вот честно говоря, как-то закрыто просто. Я привыкла уже в зале открыто находиться. Вы оцениваете свою работу хорошо? Ну, наверное, да. Ну, не на пятерку, конечно, да, но на так нормально. Спасибо большое, Татьяна. Насколько я видела, сегодня был какой-то очень особенный гость в нашем ресторане. Этот человек, которого я раньше не видела, собственно говоря, его зовут Никита. Он сказал, что он смотрит реалити-шоу, я ему очень нравлюсь. Вам приятно такое внимание? Конечно, мне приятно такое внимание. Любой женщине, я думаю, приятно, когда дарится это. Татьяна, спасибо. Валерий? В общем, у меня была путаница сегодня. Когда Сандро принимал гостей, я заметил такую тенденцию, что он два человека садит Татьяне, мне садит четыре. И он работал с ней в основном. Все дети были в вашей зоне? Да, все мое было. Сандро, я слушаю вас. У нас недостача, ребята, я хочу вам сообщить, очень маленькая. Только по кухне у нас сегодня именно по Валерийным счетам не хватает. Двух панакот, двух порций блинов, цезарь. Достачи сегодня не было и не могло быть, несмотря на то, что у меня было пять столов. Все столы были рассчитаны и рассчитаны были правильно, потому что у меня все записано. И как бы есть соответствующие чеки. Эта сумма превышающая, ну, я думаю, 15 тысяч. Так, на легкий мой взгляд. Это вопрос так непростой и нужно было конкретно садиться все считать. В данном случае ни на стороне, ни Валеры, ни Сандро. Сегодня мы подводим итоги дня. 87 500, сегодняшняя выручка вашего ресторана. В целом это неплохо, но, к сожалению, печальный факт, что мы заработали штраф в размере 5 тысяч рублей за не совсем достойное поведение одного из участников проекта. Мы закончились? Слушай, вы меня слишком часто останавливаете, и поэтому сегодня вы получаете штраф. 5 тысяч вычитается из суммы вашего приза, и на данный момент приз составляет 1 миллион 570 тысяч 900 рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Олеся, я прошу тебя все-таки задуматься над тем, что сегодня, благодаря мне, тебе удалось выспаться, а твоим коллегам сегодня пришлось чуть больше поработать. Чудесный день, лучший из всех. И сегодня спала в Чилауде, прекрасно себя чувствовала. С собой я довольна, потому что великолепной Светлане так и не удалось испортить мне настроение. Сейчас мы будем голосовать. При этом Олеся сегодня не голосует, потому что сегодня, к сожалению, вы не участвовали в работе ресторана. Хотелось бы выделить лучшим работником сегодняшнего дня это Максима. Потому что человек, если у нас сегодня были разногласия, мы их быстренько решили. Да, Максим? Да. Спроси теперь Валеру, как у него сегодня стояли столы. Ну-ка. Давай, давай, спроси. Первый, второй, третий, четвертый. Да. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И где же у нас был четвертый стол? Ты сейчас согласился? Да, сейчас согласен. Худшего сегодня, я замечу, это у нас, Валера. Я думаю, я вам сегодня уже объяснил, почему. Лучший Максим, он корректировал и на позитиве делал свое дело, и это очень сглаживало все моменты, все углы. Минус я ставлю сегодня Сандро, потому что он меня просит выражаться и услышать его, а сам на самом деле не делает так, чтобы его слышали. Я где бы ни с ним не работал, его я бежит всегда впереди его. Лучшим я сегодня хочу выделить, Макс, тебя, мы друг друга понимали на раздаче, мы как бы на одной волне были. Ну а худшим я все-таки хочу, Сандро, выделить тебя, потому что я считаю, что, ну, Валера, мне просто его жалко раз, и мне кажется, необоснованная на тебя, на Валеру. Хотя ничего лично. Непонятная ситуация с вот этой недостачей, по словам Валерия, его подставил Сандро, и это было, как мне кажется, сделано намеренно. А лучшим я хочу выделить наше начальство, Сандро. Ну, конечно же, Макс, не удивительно, ну, какой день подряд. Худшим я сегодня посчитаю Олесе, так как, ну, считаю недопустимым разговаривать, ну, ну, в таком тоне там. Спасибо за твое мнение, садись, пожалуйста. Худший сегодня Саша, потому что пять тысяч это из общей кассы вычили. Я считаю, что с руководителем перерекаться никак нельзя, ну, то есть это вообще недопустимо. Она могла бы нас штрафануть, я не знаю, на полтине. Лучший сегодня я бы выделил двоих, это Макс и Аня, но Макса уже выделили, поэтому я поддерживаю. Лучший у меня, наверное, сегодня Кирилл, он вообще хорошо пожарил телятину и довел соус до ума. Ну, молодец. А худшая, Жень, ты, ну, это чисто за обои посуды, как бы. Лучший у меня сегодня Кирилл, потому что, как, Макс, ты хорошо работаешь, и все, но хорошая твоя работа зависит от хорошей работы поваров. Кирилл на своем месте сейчас. Вот. Худший, Валер, тебя выберу, лучше он сегодня. Вот. Но это только сегодня. Он хитрый, на самом деле, он слишком, как бы такой, и ко всем. Вот я с тобой буду дружить, у меня это все время, там, не получается, если я не дружу, я с тобой буду дружить. Такой, он что, перебежчик. Хочу поезжать Олесю, возьмите. Вот. Худший, Сандро. Валеру сегодня завалить пытался. Сожрать, реально, ну, как будто это не видно. Блин, вы что, дураки, ребята. Руки у меня не опустились, так, физическая усталость немножко. А что касается моего духа, я буду грызть до конца. Сегодня лучшим сотрудником дня признан Максим. Поздравляю. Подойди, пожалуйста, ко мне и получи свою премию. Мне очень приятно ее давать тебе. Спасибо. К сожалению, худшим сотрудником сегодня, по мнению ребят, стал Сандро. Все шишки всегда у нас на руководителе, поэтому делай выводы. В целом, нужно еще больше работать над собой. Вы должны все-таки сделать успешный ресторан. Ребята, я желаю вам всем удачи. Мне было очень приятно находиться рядом с вами. Это для меня большой опыт. Надеюсь, что вы тоже от меня его получили. Бойтесь, меня у меня стал. Это будет ваш последний эфир. Да, специально хожу тут посуду пачкать. Машенька наказала на начальника. Я хоть плачу, честно, слова. Сандро, ты отвратительный управляющий, ты отвратительный человек, моральный урод. Вы объясните, что у нас сегодня такие правила. Вас лицо наивнее девушке. Ну, я такая есть. Задето мое самолюбие. Я вынес нормальное блюдо, что я могу объяснить? Пошли со мной, я тебе покажу, как это делаю. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok